Всякий грех простится человеку, а холон на Духа не простится человеку. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Матфея 12 глава, 31-32 стих. Как же это? Ведь и эта вина была отпущена раскаившимся. Мне многие из тех, которые изрыгали холон на Духа, впоследствии уверовали, и все им было отпущено. Что же значит это слово? А то, что грех против Духа Святаго преимущественно не простителен. Почему же? Потому что Христос, потому что Христа не знали, кто Он был. А о Духе получили уже достаточное познание. Так что, не говорили пророки, говорили по внушению Духа. И в Ветхом Завете все имели о Нем очень ясное понятие. Итак, слова Христа имеют такое значение. Пусть вы соблазняетесь сною по плоти, которой я облегся. Но можете ли вы находить, сказать о Духе, что Его не знают? Потому что хула наша и будет непростительно, и здесь, и там понесет за нее наказание. Многие, хотя здесь только были наказаны, как, например, блудник, недостойно приобщившийся тайн у коринфян. Но и вы, и здесь, и там, и так, я как отпускаю все то, чем вы меня злословили прежде Христа. Даже и то, что вы хотите распять меня на кресте. И самое неверие ваше не будет поставлено вам в вину. Верующие прежде Христа не имеют полной веры, потому он везде запрещает объявлять о себе кому-либо прежде страдания. И на самом кресте молился, чтобы отпущен был иудеем грех их. Но что же вы говорили о Духе, то не будет прощено вам. И что Христос указывает на хулу, которую говорили против Него, иудеи, прежде Христа, то это видно из следующего. Их, кто скажет слово на Сына Человеческого, проститься Ему. А если кто скажет на Духа Святого, не проститься Ему. Почему? Потому что Дух Святой вам известен, а вы не стыдитесь отвергать очевидную истину. Если уж вы говорите, что меня не знаете, то несомненно знаете, что изгонять бесов и совершать исцеление есть дела Духа Святого. Аминь.